Христос рождается, дорогие друзья! В эфире программа «Церковь и общество» и я, ее ведущий, Александр Ворсин. Сегодня говорить будем, конечно же, о Рождестве Христовом. Наш гость, управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Добрый вечер, Владыка. Здравствуйте. Владыка, я вас поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот вечер, конечно, тему для обсуждения искать долго не нужно. Рождество – тема глобальная. Но я бы хотел начать с исторической родины этого праздника. На слуху у всех город Вифлеем, город библейский. Что он собой представляет? Какое место он занимает в библейских книгах? Город Вифлеем располагается неподалеку от Иерусалима. Считается, что это один из самых древних городов мира. Основание относят к 17-16 векам до Рождества Христова. Он был основан еще до прихода в хананскую землю древних евреев. В Ветхом Завете этот город довольно часто упоминается. И самое главное, что именно в этом городе родился царь Давид. Здесь он был помазан на царство пророком Самуилом. И поэтому в осознании древних иудеев мессия, который должен прийти, он должен родиться именно в этой земле. Он должен быть потомком царя Давида и родиться в Вифлееме. И поэтому, когда настало время родить Иисуса Христа, Дева Мария с Иосифом из Назарета отправились в Вифлеем. Именно в это время, согласно распоряжению императора, в Римской империи проводилась перепись. И перепись была интересной, потому что она была согласована с традициями тех народов, которые входили в Великую Римскую империю. И поскольку в Израиле все было распределено по коленам, и город Вифлеем — это город Давида, поэтому все потомки Давида, они должны были прийти в Вифлеем для того, чтобы совершить эту перепись. И так промыслом Божьим было определено, что именно в это время, когда Дева Мария должна была родить, семейство святой находилось в Вифлееме. Поэтому промыслительно, что исполняется древнее пророчество, и Господь Иисус Христос, как Сын Божий, принимает человеческую природу, именно рождаясь в городе Вифлееме. Но этот город стал еще одним таким знаковым местом, не очень радостным, потому что мы знаем из Священного Писания, английский Матфей пишет о том, что когда Ирод узнал о том, что родился Мессия, будущий царь, он это узнал от волхов, пришедших, согласно видению особого, через звезду. Когда он об этом узнал, то вот его страх такой маникальный перед тем, что кто-то уже есть претендент на его место, он повелевает убить всех младенцев от двух лет и ниже, живших в Вифлееме и в окрестностях этого города. Поэтому Вифлеем стал и местом рождения Сына Божия, но и местом, где начинается особый путь христиан. Это первые мученики, невинные младенцы пострадали от рук воинов Ирода именно в этом городе. Владыка Вифлеем часто фигурирует в сводках новостей, но никак не в связи с библейской историей. К сожалению, его часто упоминают при каких-то ситуациях нестабильности на Ближнем Востоке, причем наряду между сектором Газы и Восточным Иерусалимом. Вот в декабре минувшего года там опять вспыхнули беспорядки. Почему этот город так взрывоопасен сегодня? Что он сегодня собой представляет? Вифлеем расположен на западном берегу Иордана. Это особый регион. Дело в том, что это является частью арабского государства Палестина, и сам город находится под патронатами или подчинением палестинской национальной администрации. Но, как мы знаем, Израиль претендует тоже на эти территории. Поэтому на протяжении уже многих десятилетий это такое место нестабильности, военных даже конфликтов. И поэтому, в связи с тем, к сожалению, вот это место, где мир узнал о пришествии на землю Сына Божия, до сих пор является таким местом долготлеющего конфликта. Как уже было сказано, Вифлеем находится совсем недалеко от Иерусалима, всего, кажется, 8-9 километров от центра на юг. И тем не менее, сам город окружен высокобетонной стеной. Поэтому каждый паломник, наверное, о себе осознал и ощутил вот эту сложность положения Вифлеема, потому что всякий раз, когда мы посещаем Вифлеем, мы сталкиваемся с особой проверкой, как документу, так и могут проверить и вещи. И особенно тщательная проверка после возвращения, когда мы пересекаем эту административную границу с Вифлеема в Иерусалим. И можно, наверное, сказать, что эта проверка мало чем отличается от проверки в израильских аэропортах. То есть Вифлеем сегодня, по сути, находится на осадном положении, но ведь это не может не сказываться на атмосфере праздника Рождества. Как это вообще сочетается? Действительно, в каком-то смысле вся эта сложная ситуация сказывается, но не настолько, чтобы как-то померк праздник в ощущении тех, кто посещает именно в этот период город Вифлеема. Надо еще сказать о том, что в начале 20 века этот город вообще заселяли в основном христиане. Около 90% населения было именно христианским. Но частые противостояния привели к тому, что христиане постепенно покидают этот город, и таким образом со временем населения мусульманского стало больше. В настоящее время, насколько я помню, кажется, где-то процентов 15-20 всего христиан. Но все же традиция соблюдается, потому что мерам этого города должен быть христианин. Вот такая есть традиция. И слава Богу, что удается соблюсти более-менее стабильность в этот период, потому что именно от этого периода во многом зависит материальный достаток тех, кто живет в этом городе. У жителей Вифлеема есть какие-то свои особые традиции празднования Рождества? Очень долго такой традицией было паломничество, причем пешее паломничество православных. Христиан из Иерусалима в Вифлеем. И это паломничество накануне Рождества Христова возглавлял православный патриарх иерусалимский. Но сейчас сложная ситуация привела к тому, что уже нет этих пеших ходов в Вифлеем, хотя, учитывая небольшое расстояние от Иерусалима, в Вифлеем можно пройти за несколько часов. Но сейчас в связи с ситуацией все приезжают на машинах. Их, конечно, красиво украшают разными лампочками, разными такими украшениями. И это тоже довольно впечатляет. Такой крестный ход уже автомобильный. Накануне самого праздника, 6 января, совершается богослужение в храме, который возглавляет патриарх Иерусалимский. И это служит началом торжеств рождественских. Днем проходят довольно масштабные такие шествия молодых людей школьного возраста, детей православных арабов, которые учатся в скаутских школах. И эти шествия тоже довольно впечатляют, потому что, во-первых, это дети, это радостные лица, во-вторых, довольно громко все происходит, потому что бьют барабаны, волынки звучат. Кстати, вот как раз волынки связаны с тем, что долгое время Палестина была под протекторатом Великобритании, Англии, поэтому палестинцы узнали о волынках именно от англичан. В сам день праздника, 7 января, совершается в ночь торжественная божественная литургия. Светиший патриарх Иерусалимский возглавляет ее в Верхнем Большом Храме Рождества Христова. Одновременно в крипте, там, где находится пещера, рождение Богомладенца Христа совершает один из епископов Иерусалимской церкви. Места там, кто бывало немного, там может поместиться всего несколько десятков верующих, и основные торжества проходят в Верхнем Храме. И вообще эта ночь очень такая светлая в Вифлееме, никто не спит, город красиво украшен, все магазины работают, то есть вот такое происходит торжество, не только внутреннее, но и внешнее по всему городу Вифлеема. Частью этих торжеств обычно является рождественская елка. Ну, во всех городах, без исключения. В нашей студии тоже без нее не обошлось. Скажите, а в Вифлееме есть какое-то свое особенное рождественское дерево? Или это тоже елка? Ну, елка, конечно, связана с немецкой традицией. Именно оттуда она распространена по всему миру, в том числе и в Палестине. Появилась елка. Это связано, опять же, с тем, что в определенное время, в начале 20 века, эта территория была под патронатом Великобритании. И весь 20 век, такой век глобализма, поэтому определенные тенденции европейские, они распространены по всему миру. Поэтому сейчас вообще рождество связано с елкой. Независимо от того, растет там елка, или ее завозят специально для этого праздника. Но там интересно немножко другое. Елки присутствуют на празднике Рождества в Вифлееме. И интересно то, что они все увенчаны поддеконечными звездами. И это для паломников из бывшего Советского Союза немножко в начале, так скажем, приводит в какое-то особое чувство. Потому что для нас, тех, кто жил в то время, поддеконечная звезда ассоциируется с атеистическим режимом. Но для православных людей, живущих в Палестине, эта звезда связана именно с звездой Рождества Христова, с той звездой, которая была явлена в преддверии такого величайшего события в истории человечества. Исторический центр Вифлеема весь сплошь застроен сувенирными лавками, магазинами, базарами, которые, конечно же, ориентированы на туристов и паломников. По украинским меркам это все, конечно, дороговато. Цены, как говорится, кусаются. Если умножить это еще и на стоимость самой поездки, то это удовольствие не дешевое. Скажите, в таком случае есть ли смысл вообще паломничать на Святую Землю, в том числе и в Вифлеем, или лучше эти деньги потратить на благотворительность? Вообще, если мы говорим о паломничестве, то мы знаем, что в истории нашей церковной письменности есть довольно разные трактаты, где даже святые отцы по-разному оценивают сам смысл паломничества. Мы знаем о том, что еще в IV веке, когда только зарождалось паломничество, когда христиане прожили период гонений, и христианство стало религией дозволенной, святитель Григорий Пнинский довольно критически относился к самому паломничеству. Мы знаем о том, что в XVI веке преподобный Максим Грек увещевал Иоанна Грозного не идти в паломничество в Кириллов монастырь, причем аргументировал именно тем, о чем вы говорите. Он говорил, что лучше эти деньги, которые должны быть потрачены на паломничество, передать вдовам и сиротам, тех, кто погиб во время похода на Казань. И тем не менее, в церковной жизни, христианской жизни паломничество сейчас занимает довольно такое важное положение. Все, кто когда-то побывал на Святой Земле, понимают, как по-иному мы начинаем оценивать все, что происходило в евангельской и библейской истории в целом. И поэтому паломничество сейчас может быть хорошим поспорьем для того, чтобы укрепить свою веру. Кстати, в прошлом году, в 2017 году, мы отмечали 200-летие с дня рождения Архимедриста Антонина Капустина, выдающегося и многолетнего начальника русской духовной миссии. И как раз отец Антонин сделал очень много для того, чтобы была возможность для православных людей посещать очень важные места Святой Земле. И, кстати, благодаря Суантонину в Иерусалим, на Святую Землю приезжали и преподаватели Киевской Духовной Академии, поскольку он был выпускником и преподавателем в свое время Киевской Духовной Академии. Поэтому он приглашал их туда, чтобы они и потрудились в области археологии и истории. И после того, как преподаватели возвращались, все оценивали это как какой-то новый импульс в преподавательской работе, в исследовательской работе. Поэтому надо подчеркнуть, что, с одной стороны, конечно, паломничество не является абсолютно необходимым в деле человеческого спасения, но в то же время паломничество может быть очень важным фактором для того, чтобы укрепить нашу веру. Владыка, с завтрашнего дня наступают святки. Что о них нужно знать, помнить, кроме того, что среда и пятница не являются постными днями? Святками мы называем двенадцатидельный период от Рождества до Крещения Господнего. Буквально, святки — это святые дни. Этот период установлен окончательно так определённо где-то с V века, с того момента, когда праздники Рождества и Богоявления, Крещения отмечаются в разные дни. Когда они отделились, потому что мы знаем в церковной истории, что первоначально это был общий праздник Богоявления, и в этот день отмечали и Рождество Христово, и Крещение Господне. Но с V века уже окончательно эти праздники развели. И вот этот весь период двенадцатидневный, он тоже церковью осмысляется как весь праздничный период. Это очень важный период, когда мы осмысляем, осознаём то великое событие, которое произошло много-много веков назад, и которое касается каждого человека. И поэтому мы должны его посвятить, прежде всего, осмыслению всего того, что Господь делает для человека, и особенно в эти дни, когда Бог встаёт одним из нас, берёт на себя человеческую жизнь, для того, чтобы преодолеть всё негативное, что мы приобрели в силу нашей греховности. И в то же время мы должны научиться благодарить Бога за все эти великие благодеяния и научиться помогать людям, которые рядом с нами. Этот период и праздника, и таких особых добрых дел для тех, кто может быть в жизни немножко отделён или любовью ближних, или какими-то особенными такими неприятностями в жизни. То есть это период особого благодатного состояния каждого верующего человека. Я так понял, что период Рождества и всего, что с ним связано, — это повод для особого исследования и исторического, и углубления в себя, как вы говорите. Мы только вскользь коснулись традиций Вифлеема. Скажите, а вот есть ли какая-то традиция, которая близка лично вам? Традиция, связанная с Рождеством. Несмотря на то, что я родился и вырос ещё в то советское время, атеистическое время, когда всё, что было связано с церковью и с религиозным воспитанием, вроде запрещалось, но, слава Богу, я жил в таком регионе, где эти запреты в то же время, в 60-е, 70-е, 80-е годы были уже формальностью. Это реально так, что вот эти идеалы, которые открыто проповедовались в школах, о них все знали, но мало кто верил или принимал. Люди в основном жили в Закарпатье христианскими идеалами, христианской жизнью. Поэтому для нас, я вспоминаю, прежде всего, это детский возраст и Рождество Христово, это, наверное, именно детский праздник, прежде всего. И это калятки, конечно, калятки, потому что мы к ним очень долго готовились, долго ходили калядовать. Масса была всегда впечатлений разного рода, потому что, с одной стороны, было в то время и прятаться учителей, которые формально вынуждены были как-то контролировать этот процесс, не допускать вроде бы калядок, хотя их дети ходили тоже с нами калядовать. И все было наполнено вот такой определенной реальностью. То есть дети живут, может быть, не настолько вникая в какие-то сложности внешнего характера, но они очень четко понимают, где истина. И вот эта радость, которую ребенок получает во время посещения домов, где все радуются, это ведь удивительно, потому что годы бывают разные, бывает снег, бывает грязь. И дети же заходят, дети массово заходят в квартиры, в дома. Никогда я не чувствовал какого-то негативного отношения взрослых людей к этому. Наоборот, приглашали. У нас горная местность, к каким-то домам было легче, проще дойти, а к каким-то очень сложно. И некоторые взрослые просто шли на перепуть и приглашали специально, чтобы их дома не обходили. Прежде всего, этот период радости, детской радости, которая, слава Богу, пока не покидает меня уже на протяжении многих-многих десятилетий. Владыка, что пожелаете нашим зрителям в этот вечер? Буквально накануне, в преддверии Великого праздника Рождества Христова, на всеночном денье, точнее, на Великом Повечерии поется прекрасный гимн «С нами Бог». Этот гимн написан на основании пророчества Исаии. И он, наверное, больше всего, по сути, говорит о том, что же в это время происходит, как мир облагодетельствован тем, что в мир пришел сам Бог. И он не просто пришел исторически, он приходит в душу каждого человека. И это очень важно помнить всегда, потому что, когда мы отмечаем праздник, и мы ведь не отмечаем просто историческую дату какую-то. Это и так присутствует при юбилейных или других датах. А в религиозной жизни каждый праздник — это событие личностное. Бог рождается не вообще в этом мире, Бог рождается для жизни каждого человека. И «С нами Бог» — это буквально переводится имя Спасителя, Эммануил. «С нами Бог», то есть Бог в нашей жизни, Бог в моей жизни. И в конце XIX века ведущийся философ Владимир Соловьев написал такое стихотворение, посвященное Рождеству Христовым. Я хотел бы, может быть, прочитать буквально последние четверстиши, но они, наверное, в полноте своей и говорят о сути нашего праздника. Поэтому я желаю всем нашим телезрителям, чтобы мы реально ощущали в эти дни суть этого праздника. «Бог пришел на землю ради моего личного спасения». «Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, потоки шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Владыка, я вас благодарю за беседу и от всей нашей творческой группы. Мы тоже хотим вас поздравить с праздником Рождества Христова и хотим, чтобы и в этот вечер, и в последующие святки, и на протяжении всего года вас не покидало рождественское настроение. Благодарю. «Спасибо, Господи, за такое искреннее поздравление. Я тоже всех хотел бы от своего сердца поздравить с этим великим праздником, творческую группу и наших телезрителей, пожелать, чтобы действительно в нашей жизни был всегда Бог». «Спасибо, Господи». Дорогие друзья, мы общались с Управляющим делами Украинской Православной Церкви, Митрополитом Бориспольским и Барварским Антонием. С вами была программа «Церковь и общество» и я ее ведущий Александр Ворсин. Христос рождается, слава Ему!